Так, друзья, сегодня у нас 15 февраля, полдень почти, почти, чуть больше полдня, середина дня, и я снова с вами. Вот, я всё пытаюсь сделать так, чтобы, рассуждая о глобальных вещах, чтобы меня немножко слушали и те, кого особо не волнует, глобальные вопросы. Глобальные вопросы – это дарвинизм, богоискательство, глобальные вопросы – это в целом состояние садоводства в стране, в мире, куда мы идём, в лучшую сторону, в худшую. Поэтому я решил так, немножко сделать хитрее, пронизывать их немножко этими, ну, где афоризмом, где чем, где каким-то советом. Так, чтобы было и вашим, и нашим, всем было хорошо. Вот, ну, примерно как «Война и мир», я же школьником её читал, ну, как читал, про любовь ни одной строчки, сразу пропускал, только начиналась батальная сцена, вот, «Бородино» и прочее, тут уж меня не оторвать было. Вот, всё это воспринимал он с болью в сердце, с кровью. Вот так, ну, что делать? Ну, начну с афоризма. Итак, когда-то, ну, может, в этом фильме, может, в следующем мы подробно про дарвинизм поговорим, про Дарвина. Вот, и сразу скажу, чтобы, видя шутки, что такое мужчина. Мужчина – это переходная модель между обезьяной и женщиной. Вот так, всё прекрасно укладывается в теорию дарвинизма. Вот, правда, дарвинизм не сможет ответить на вопрос, это как-то получился мужчина без женщины, вот, и кто сделал женщину, вот, кроме Бога, кто ещё мог такое сделать. Поэтому давайте так, вот с этого полуэмористического направления начнём. На всякий случай, пару полезных советов сразу. Итак, многие из вас сейчас в эти дни, февраль, нет, ещё пока весеннее обострение садовода, есть такое моё любимое выражение, ещё не наступило, я по себе сужу. Вот. Зимняя спячка ещё в какой-то степени продолжается, но скоро уже пойдёт побольше заказов. Тем, кто уже заказал или сейчас кому идут посылки, должны знать. И так, ах, была не была, совет должен быть максимум полезный. Пошли, старайтесь по сторонам не глядеть. Вот, у меня бардак, потому что кухня, это моя мастерская фактически, большей площадью пока не располагаю. Смотрите сюда. Косочки не стратифицированные, потому что их всё равно не купят. Вот. 2016 год, видите, останутся ещё на год. Вот. То же самое. Жердели. Пойдём в другое холодильник глянем. Это то, что мне наверняка купят, всё это тщательным образом застратифицировано. Видите, тут совсем другой порядок. Я тут надеюсь продать вторая половина февраля и весь март. В апреле они начнут просыпаться. Смотри сюда. Вот это вот мешочек. Видите. В нём абрикосовые косики. 10 штук. Вот в таком мешочке. Доставать уже не буду. Любуйтесь тут. Любуйтесь тут. Всё это самое. Подписи. Смотри сюда. Это был в 2017 году. Видите. Вот. Всё остальное. Это остатки. 16 год. 16, 16, 16, 16, 16. Всё по-честному. Вот. Ни один человек меня всё наложение не поймал. Пытались наложение поймать с одной фотографией. Пришлось поклясться Богом. Тогда только отстали. Потому что попробовали бы не поклясться Богом, что фотография фальшива. Что-то ни у кого не повернулся язык. Что моя фотография может быть фальшивой. Теперь. Для чего я здесь привёл. Итак. Там 10 косточек. Вы получили. И многие прямо оставляют их. Ну. В таком же виде, в каком они есть. То есть взяли посылку. Некоторые прям в холодильник. Некоторые расписывают посылку. Но всё равно в таком виде в холодильник. Там. Я уже в одном из фильмов показывал. Первая же проклюнувшаяся косточка. Разломавшаяся. Высунет хоботок. Насосик. Корешок называется. И он высосет влагу вот так вот. Соседним уже не достанется. С той стороны. Второй, третий. Максимум четыре. От двух до четырёх высасывают всю влагу. И человек, когда приходит, пора садить. Эти-то. Посадит нормально. Так. Обычно к апрелю, к середине апреля, две-три лопаются. Это средняя цифра. Может быть, ни одной не лопнет. А может быть, лопнет три-четыре. Но никогда не видел уже пять. Почему? Остальным достаёт сухой воздух. Я это называю эффект кукушки. Вот это поленчий совет. Обязательно перетарить более крупную тару. Например. Уже для этих десяти косточек минимальная тара может быть. Ну, например, вот такой. По размеру. Вот такой может быть. Кстати, почему не старифицировал? Уже всё. Я уже высылаю теперь с середины февраля. Высылаю всё только в этом. Они купят. Потом выбрасывать приходится. Теперь. Ну, напрасный труд. Я же плачу за то, что мне помогает старифицировать. То есть фасовать. И вот дальше получается. Получили большую тару. Это самая минимальная большая тара ТОТК. Лучше для десяти кусочек пол-литровая. Для семечек хватит такой. Лучше пол-литровая. Влажность песка та же, что вы получите. Вам уже легко ориентируют. Всё. С этим закончили. Теперь так. Так как это пятая серия фильма о том, как статью обо мне написал Ребрик Александр Алексеевич, главный редактор Вестника Садовода. В скобках Москва. Он уже давно мой друг, потому что мы познакомились, подружились на моём семинаре в Москве. Я проводил семинар и очень, говорят, успешный. Так вот. Значит. Он упомянул, что я жили за все то, что мой золотой запас не купят. Ну, примерно так будет выглядеть. То, что в этом холодильнике примерно, по моему опыту, раскупят. Ну, это и всё. Вот. Теперь я занимаюсь очень важными делами. Вот. Не было в моей жизни случая, чтобы я не открыл кошелёк, когда рядом был голодный человек. Ребёнок. Обутый, разутый. Вот. Для которого не нашлось денег на садик. Для которого много чего ещё. Поэтому вот эти вот самые косточки, которые вы купите, вы заплатите не мне, а вы просто поможете очень. Очень важное дело сделайте. Итак, вставлю на место. Теперь проходим немножко дальше с вами. Итак. Вот это вот. Один совет я дал. А. Почему? Потому что вот тут вот у меня получив семена, я пишу Рамилю, ответ мой. Получив семена от меня, семена в песке, сразу перетаривайте в большую стеклянную ёмкость с олимпеском. Причина. Я это называю фиг кукушки. И первое, прокрынувшее несколько семян, из десятка высушивает корешками всю влагу из маленького посылочного мешочка. Поняли, друзья? Вот это важнейший совет. А теперь я позволю себе говорить о более серьёзных вещах. Но они к вам имеют самое прямое отношение. Итак, будем перемешать. Мы ещё будем говорить сегодня, знаете, о чём. Вот, 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 вот. Сейчас вам найду. Ну, вначале, что знакомьтесь. Ха-ха-ха, да вы все знакомы. Биология, которую я называю, она умнейшая. Но применение к детям, это, знаете, как, бить по человеку молотком по голове и говорить. Думай, думай, молотком. Вот, думай. О чём? Вот, чтобы ты был самый умный, самый грамотный. Дурь собачья, дурь. Вот. Вот, ничего не даёт это детям. Ничего совершенно. Вот. Я учился, ну, давайте по порядку. Вот это вот. Знакомы? Вот. Знакомы? А вот это вот. Это, что ли? Ну, да, человека, ну, назовём его любознательным, но это, конечно, интересно. Но, тем не менее, что нам остаётся? Мы же зачем ходим в эту церковь? Вы зачем ходите в церковь? Вы же пишите, что мы из грязной лужи. Вы же пишите, что наши предки – это амёбы. Вот. Скалопендры и прочая эта самая. Чуть не сказал нечисть. Зачем это всё, ну, это самое? Почему не дали? В школе нет, вот, кроме этого. Почему нет альтернативной истории? Я не говорю, что нужно пропадать в богословии или там, Талмуд или это самое, или Коран. Я не об этом. Я об истории религии, о пользе религии. Вот о чём речь пойдёт. Но сейчас смотрите, как получается. Вот школа, да? Сейчас я вам письмо покажу. Вот это письмо от Дарьи Лемичук. Итак, ни один ребёнок, я железо утверждаю сейчас, я вынужден начать издаля, ни один ребёнок в садике, само собой, не посадит ничего. Закончив школу, не умеет ничего, что касается биологии. Не перевязать рану. Не остановить артериальное кровотечение, которое фонтаном. Искусственное дыхание не сделать, не спасти человека. Не наложить шину. Не помочь утопающему, потому что вода холодная. Или потому что плавать не умеет. Вот. Вся страна превратилась в страну мужчин-трусов. Нет? Посмотрите ролики. Когда бьют женщин, мужики стоят. Почему? Боятся, драться не умеют. Закончив школу, начертайте уроки физкультуры. Если выйдет со школы, он не может это самое. Поставить блок, отразив простой удар. Даже не какой-то сверхточный удар каратиста. А удар пьяного мужика, который размахивается 5 секунд. Ничего они не способны делать. А мы должны сделать, что способны. Но я садовод, давайте садоводцы. Итак, что получается? У меня хорошие новости, пишет Дарья Ремещук. Она задалась идеей, сейчас поймете. Прошли собрания в двух классах нашей школы. И общее мнение. За сад на пришкольной территории. За сад, большими буквами. В третьем классе первоклассников собраний не будет. И все мы уходим на каникулы до 26. Я думаю, мы договоримся с ними позже, чтобы они организовали. Привозим земли для посадки, и мы поделимся с ними костиками. Вот. Ну, а дальше оказалось, что родители одного ребенка родом из Яногорска, и он поедет ко мне за костиками. Вот о чем речь там пойдет. Вы понимаете, далее-то что? Далее существует московское садоводство. В Москве пытаются выращивать абрикосы. Ни черта у них, по-русски говоря, не получается. В Питере сейчас этот самый, как это было, с помпой написано в советское время. Крупнейшая коллекция абрикосов в Питере. Найдите хоть один. Один из этих самых авторитетических садоводов под Москву, который есть вроде абрикосов, но не идут, но гибнут, но все не так, все не то. Знаете, что в своей книге написал? Закопать косточку на 5-6 сантиметров в глубину. Мне это показывало этот самый, я запомнил, у меня сейчас с трудом найти, ткнуть бы вот в это же самое пальцем. Ну что это такое? Я проводил этот самый, вслед был, я там был ведущим, ну как ведущим, позвали трех человек, три звезды сказали. Из трех звезд, один жалец, ну то есть как бы условно говоря, на которых должны были люди явиться на слет. И явились со всей России, и не только России, из Казахстана, из Белоруссии, с Украины не помню. Мне пришлось 8 часов из 18 выступать. И я сколько говорил, 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 говорил. И что получается? Урал, Латинков, я его называю лучше садовод Урала и его окрестностей, а может быть и России. Трудно сейчас рассудить, кто круче. Так вот, он мне показывает, я на экране маячу, потому что это уже созданы фильмы, есть в Ютубе. Сред в Челябинске. Вот, я рассказываю, что нельзя даже на сантимент закопать косточку. Основание, штамп, оказывается, поджимается Геннадий. Ну куда проще-то? А он мне, сидим на кухне, там небольшое это самое, собрание, ну, самых, так сказать, крутых садоводов. Собрались прямо у него, прямо вот, прямо на кухне, так сказать, меня поприветствовать, там напоить чаем. И он мне бах, эту самую, вот смотри, 5-6 сантиметров. Да как, ой, к черту садоводством, что стонать-то, что вот, да, мы вот выращиваем, у нас такая замечательная уже название у сорта есть, но они часто гибнут. И вот это часто гибнут, мне сейчас ссылку прислали, полюбуйтесь, в Москве прекрасно абрикосы растут. Вот это слово часто гибнуто. Если человек сам учит, ведь книга, это же для всех, для тысяч, если человек учит, то как губить деревья-то? Ладно, проехали. Почему я об этом, почему я так завелся? Потому что в двух классах, в общем, мнение за, то есть собрания прошли, вот, это значит, что они будут садить мои семена. Ну и, конечно, они будут садить так, как я учу. Вот как вот будут, я о таких глобальных вещах собрался говорить. Вот, смотрите сюда. Посадка семян, архив Железова. Вот, смотрим. Ну, это уже не семена, ладно, но тем не менее, я просто пролистаю. Потому что я, прежде чем говорить о глобальных вещах, успеть что-то сказать, потому что вы сейчас выключите, ящики-то эти. Вот когда я начну про Дарвина. Уж больно вот эта вот штука, уж больно эта штука отбила охоту, так же, как у меня отбила охоту от Тургенева, от этого самого. Что же говорю, ни какой классики не читал, кроме Толстого, Батальных Сэн. Все так завязано, и сейчас мы еще с Мичериным не закончили. Не то, чтобы спор. Вот она, посадка. Это фотографии, где мои, а где моих друзей. Вот, видите? Вот, это и есть. А попробуйте, а мыши ждут. Сколько тут проблем? Я сейчас не буду о них, у меня созданы целые фильмы об этом, у меня созданы книги об этом. Сама идея, поняли? Вот они тайно раскрываются. Ничего, чуть не хватит влаги, ведь, представляете, надо надуться этому самому ядрышку, и эту скорлупу, это как взрыв гранаты происходит. Ведь часто я замечаю скорлупа в стороне, и мне кажется, я не этот момент. Друзья мои, пожалуйста, ну у кого есть время в видеокамеры, засеките этот момент, когда разрывается скорлупа. Почему часто скорлупа в нескольких сантиметров лежит? Хотя никто не подходит, не трогает, и мы еще не тронули. Ну ладно, пробегаемся еще. Вот. Видели? Тут есть мои фотографии, тут каждую надо комментировать, каждую, каждую. Тут столько интересного, сколько всего. Вот. Ведь не просто же посадить, видите же? Представляете, если снято в обед, это одно, а снято утром, это противоположное. В одном случае благоприятный склон, в другом неблагоприятный. А все гораздо сложнее. Ой, не могу, я же про Дарвина хотел. Слушайте сюда. Представим себе, что сейчас утро. Значит, во второй половине дня прекрасно будет освещаться, я говорю, для северных районов. Вся моя технология северная. А теперь представьте себя, на самом юге, а у нас абрикосы, это самое, рано расцветает, а потом возвращается зима, а потом это, вот. Будьте добры, найдите для них тогда северный склон. 10 градусов в одну сторону, 10 градусов в другую, 10, получается 20. Доходит? Южный склон для кого? Ну, на персиков. Персики могут замерзнуть даже на это. Вон, Азовское море замерзло. Почему бы там персиком не замерзнуть? В Николаевской области, в Херсонской? А? Вот так вот. Все насколько сложно. Ну, опять же, это я так пробегаю, как называется, по верхушкам. Вот. Посмотрите, какие снимки замечательные. Вот. Какие они требуют разговоров, какие они требуют этих. Вот. Моя уникальная фотогалерея, не имеющая равность во всей стране. Почему? Потому что об этом никто никогда не задумывал. Закопал на 5,6,9. Там красота, там отлежалась, там какие-то катаклизмы сверху. Мороз, ветер это. А он лежит себе на глубине спичного коробка, допустим. Хорошо. А потом вылезет. 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 Вот это правильно, видите? Вот почему там косточки? Вот. Я всегда поражаюсь. Вот этот момент. Сделайте кто-нибудь эту видеосъемку. Один раз присылали, на этот момент там не зафиксирован. Вот она посадка подлая. Видели? Это я застал раскопать. Вот вам и закопали. Вот вам и абрикосы. Погадать фигушку. Неудобно, обидитесь. Те, кто учит, обидитесь. Учу, 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 учу. 15 лет долблю. Вот. Как куда не откроешь, все одно и то же. Все одно и потому. Вот он, на смерть обреченный абрикос. Видите? Видите листик торчит? На какой глубине? Минимум 5 сантиметров. А человек старался. Это мою косточку посадил. И фотографии мне посылал. Вот у меня замечательно все. Наверху мыши сидят. Проблема. Вот. Ну ладно. Все. Эту тему я не закрываю. Я все хочу сказать. Да переходим к нормальным вещам. Для меня глобальные вещи. О, сейчас это. Мы о чем говорили с Мичуриным? Давайте еще раз все-таки это. И уже кто-то сейчас отключится. Но он уже хоть знать будет, что... Не дай ему, Боже, эти советы слушать. О заглублении. Еще. Мало того, что посадят потом дерево. Еще и надо посадить, повернуть прививки. Надо закопать с прививкой. Да, заповедные корни. Вот сейчас точно такое желание кукиш показать. Не вам, а тем, кто это учит. Опять я разошелся. Опять голос у меня. Не тот, опять это. Где этот самый? Книга Мичурина сейчас. Так. Ну и что получается? Читал, встал, дочитался. Так. Дальше. Серьезный разговор начинается. Он начнется с Мичурины, закончится Дарвиновым и Богом. Вот. Потому что это самое. До того умудриться вот так вот. Ну ладно, там, те, кто разрушал церкви, придумал это. Но до сих пор. 21 век. Все толдыщить про эту грязную лужу. Но это несменяемая какая-то это самое. Ну, я говорю, всегда, когда доходит до какого-то уровня, почему туда не попадают настоящие люди? Умные люди, рассуждающие люди. Или так попадают, но потом резко глупеют. Потому что... Или так спокойно жить с быдлом. Вот. Если ты обезьяна, так какой из тебя это самое? Тебя можно из пулемета. Тебя можно взорвать. Вот. Тебя не надо лечить. Ты же обезьяна. Сегодня я не в духе. Вот поэтому и это самое. Ну, вот. Я бы рассказал, как одно научное учреждение мою жену на смерть обрекло, а другое это самое. Через три дня сделал операцию, после того, когда я к ним обратился. Вот. И вы справились, вы лечитесь. Нога не сломана. Нога отломана. Вы справились, вы лечите ногу. Вот когда вы сможете ходить, вот тогда мы вас возьмем на операцию. А человек угасает. Два с половиной месяца угасает, угасает, угасает. Впереди мнение местных врачей. Мое мнение, всех окружающих. Впереди только смерть. Все. Какое потом, кто же возьмет, тот человек, который превратился в растение на операцию, чтобы она умерла. Прямо это. Обрекли на смерть, отказались. И тут же Новосибирская, это самое, Новосибирская, ой, Господи, потом из благодарности-то надо бы это, сказать, кому я благодарен. Вот сейчас, время не пожалею, сейчас найду. У меня памяти нет. Ни-и, 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 ни-и. Вот. В общем так, Новосибирск, Кэн-Эн-Ки-Ки-То. Вот. Там, где лечат очень серьезные заболевания. Жаль, сейчас я не буду уже отвлекаться. По-моему, я сказал достаточно. Вот. А для чего сказал? Потому что там не обезьяна работает. В Барнауле, в родственном таком же, там обезьяна. Вот. Не стал я уже это, фамилию называть. Черт, пусть живут. Так, ладно. Теперь смотрим сюда. Мы, это, сейчас, сейчас. А, Мичурин. Вот. Все тот же, кто этот, не видел предыдущих серий. Вот он, Мичурин. Вот трехсотая страница. Но цитирую чуть другую эту самую. Нам надо разобраться до конца. Я цитирую, сейчас перехожу к серьезному разговору. Прежде чем, Дарвин, плавный переход от Мичурина к Дарвину. Тем более, что, ну, правильно заметил, есть у нас расхождение с Мичуриным. Ну, как трудно, он бы сидел рядом, он бы свое говорил, а свое получился бы диалог. Я поэтому, помните, в одном из фильмов отказался продолжать с ним диалог, когда дошел до спорных тем. Но здесь вопрос серьезный. Смотрите, это касается всех нас. Я цитирую, хотя вам трудно будет, поверьте на слух. Из этого видно, что индивидуальное свойство дикого подвоя, несмотря на долгий период воздействия, привитого на него сорта, в значительной степени сохраняет свою силу. и при первом появлении в сфере своего действия частей еще неустойчивого молодого растения. В самом ли ранней стадии своего развития, то есть гибридных семян, завязавшихся от отблодерения двух сортов, или более старшем развитии в виде привитых черенков, неминуемо вмешивается, со своим влиянием, и строение изменяет его всегда в другую сторону. Сейчас я вам потом расшифрую, поэтому, пожалуйста, не хватайте за голову и не отключайте ящики электронные. В этом кроется и большая часть причины выхода в числе гибридных сельцев подавляющего количества, доходящего иногда до 95% с дурными дикими свойствами. Повсюду в садовой литературе при наложениях правил гибридизации культурных сортов плодовых растений мы встречаем лишь указание, что причиной выхода в числе гибридов большого количества диких сельцев зависит от того, что все цело только от атовизма, то есть от ничем не устранимого свойства наклонности во всех сельцев растений возвращаться в своем строении к формам диких предков. Причем, несмотря на давно всеми признанное влияние подвоя, в нем не упоминается ни одного случая и как бы совершенно не признается в действии этих случаях. То есть фактически, перевожу его слова, он седует на то, что вегридных сельцев не признается. Есть семечка в свой садикого растения, посадили непривитое дерево, вероятность, что оно проявится очень большой атовизм. Я это называю иначе. Ну, неудобно повторяться и отклоняться в сторону. Я в предыдущем фильме назвал причину номер два. Несколько вариантов развития зависят от внешних причин. Или погибай, или вспоминает... Попробуй, хотите, я сейчас переведу на язык, на наш. Вот, итак, не отрицая Дарвина, вот, просто ставлю его, так сказать, в определенной рамке, и вот, я напоминаю вам, что зародыши у нас есть, жабры, что иногда дети атовизм родятся с перепонками на руках. Хвостатый мальчик упоминается в старой биологии моих времен, в 60-х годах. Там даже нарисован был хвостатый мальчик. Вот. Это атовизм, это кто-то что-то поймет. Так вот, я утверждаю, когда вся земля будет затоплена, значит, начнут рождаться дети с перепонками и жабрами. Это те, кто успеет, если успеем, прежде чем погибнем. Если будет ледяное похолодание, ледяной период, вот, значит, что появится? Мы, наши потомки, причем быстро-быстро, вот нормальная женщина, нормальный мужчина, отец и мать, почти без волосы. Ну, хотя бы тело-то без волосы, я не говорю про голову или там подмышки. Вот. Без волосы. А ребенок уже родится волосатый, иначе просто сработает программа, это будет то ли вызванная страхом, то ли еще каким-то причинами, то ли тем, что женщина начнет мерзнуть во время родов. И ребенка уже проявится эти качества. Вот это нормально. Это, ой, нормально. Это заранее предусловлено. Это в программе. Вот теперь возьмем человека, ну, еще варианты какие. А, пожалуйста, придется на деревья залазить. Могут быть такие причины. Обратно деревья. Хостед растет. Ну, вот, пожалуй, это. Понятно. В деревьях происходит это гораздо чаще. Почему? Да мы их насильно переселяем в суровые места. Вот представляете себе сейчас, раз нет человека, ну, я не говорю, погибло человечество. Вы можете погибнуть от нашей дури. Об этом тоже поговорим. Но я сейчас не от гибели человечества, от этого. Переселился в другую планету, более райскую. Прилетели там на тарелках наши старшие братья, они есть. Вот на самом деле сказали, ну, хватит вам землю гадить. Ну, давайте это самое, там у вас в резервации. Ну, как, казалось бы, более современные американцы, индейцы в резервации. А что, после них бизона уничтожали? Не положено. Вот. Поэтому что надо делать? Вот. Надо немножко соображать. Попробуем сообразить. Значит, если дерево привитое, привитое на, имеет подбой дикаря, это как бы супружество, оно насильственное как бы супружество. На привитом дереве плоды достаточно крупные. У дерева привитого, у привоя, достаточно морозостойкость. Хочется получить еще что-то лучше, морозостойче, качественно, скрещаться просто с культурным другим деревом. Так? Казалось бы, подбой ни при чем. Так считают все, и сейчас, и все времена. Ну-ка так считают. Один мячерник считал, что нет. Нет. Взяли, скрестили два культурных сорта. Я перевожу примитивно. Прости, Иван Владимирович, ну, нас не тот уровень. У этого поколения мы отстали от вас. Смешно, да? Вы жили сто лет назад, а мы отстали от вас на сто лет. Так вот, значит, еще раз, два культурных дерева, но одно из них, хотя бы одно из них, привито на дикаря. Дикарь вроде ни при чем. Он не участвует в семенном размножении. Те два этих цветочки напрямую одного, цветочки на другом, скрестились. Вот. Тот крупный, качественный, второй крупный, качественный. Задача получить еще качественнее. Получили дикаря. Поняли, Мичурина? Упоминается 95% случаев. Вот. У него был огромный опыт. Вот. Дело в чем. Я сейчас объясню расхождение принципиально. Он тут упоминает, у него тут еще фамилии все. Баурс, Тарас, Бургер, Макс, Либнер. Я, конечно, совершенно не вижу рядом с Мичуриным. Этих товарищей вообще не знаю. Ну, зато знаю одно. Разница принципиальная. Получилось так, что он не смог, у них получалось одни результаты. Они не дураки, нет. Вот. Дело в том, что может быть он это не обращал внимания. Может не заметил. У нас с Курдюмом, тоже он южанин, я северянин, у нас получились такие разночтения. Вот. Вот представляете, вечером сидим, я говорю правду. Это все когда-то войдет в историю, наши отношения. Ведь родилась же книга. Да какая книга? Знаете, когда мы сделали эту книгу с ним, вот, то есть, она была написана, сказала, поздравляю, это переворот науки. Еще третий раз, сколько еще надо умственно, мысленно показать, который не к науке, а к нам. Чихала наука на эту книгу и на нас тоже. Так вот. Единственное, что он очень болезнен, на научные округи, он же свой родной, он же Курдюм, он же мировая величина. Вот. И вы представляете, очень болезненно была воспринята эта книга, и он как соавтор этой книги. Вот, видите. Вот. А мы-то с ним прошли этот путь как? Бесконечные споры, 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 споры. Потом рассказывают для библиографов. Ну, действительно, я не дослужил библиографа, но он-то дослужил, что, а он же сюда ездил. Вот. Поверьте, ведь сказал же этот самый Ребрик Александр Алексеевич, что, что не поедут к вам ученые, да у них сейчас денег даже на билет, это самое, Москва пока на поезд нету. И он прав. Это страшная правда. Ну, Курдюм, он нашел денег на билет. Он приехал ко мне. И где-то на четвертый день весь вечер в яростных спорах, два этих, вот. Утром он встает, заходит на кухню, я пью чай, говорю, «Толя, Костянович, все, я больше не могу. Я сейчас одеваюсь и уезжаю». Ну, я, конечно, тут же извинился, книги же не будет. Вот. И дело не в том, что вдруг, понимаете, что случилось, нет, сказать, мы нашли, мы нашли выход из этого тупика, тупик страшнейший. Знаете, как мы нашли? Мы разделили садоводство на южное и северное. Так вот, Мичурин, представитель северного садовода, а вот товарищи Бауэр, Страсбургер, Макс, Либнер, вот. А там же упоминаемые, вспомните, Шреддер, а там Граль, это Бербанк, это южное садоводство. Вот в чем дело-то. И однажды ко мне пришло понимание, это когда оно пришло, когда мне, я дружил, единственный ученый в тех времен, который вдруг, я начал печататься, и вдруг мне написал письмо, я не ожидал, сам Чернышов, Валерий Петрович, это он на пенсии, ему все можно. И мысли иметь такие, которые наука не признает. Но перед этим-то он был заместитель директора зональной станции садоводства Саратова, официальный пост замдиректора. Это что, шутки, он ученый агроном, и подружился со мной. Я от него, извините, я вынужден, у меня нет его фотографии, страшно, как для меня, что, ну нету, это ужас, это для меня обида страшная. у меня зато есть, это все складывается в одну и ту же цепочку. Вот. Сейчас, чуть позже, я потом постараюсь найти его эту, статью, которую, которую я сделал по его письмам. Вот. Называется «Память друга», так кажется. Вот. Нет, я потом забуду. Сейчас поймете, это все, речь идет об одной и той же цепочке. Вот сейчас я заложу в архив, так, вот это мои материалы. «Память друга», скорее всего, вот тут у меня есть, еще раз говорю, такого архива нет ни у кого на свете. Ну-ка, наберем слово, например, «друга». «Друга». О, есть. «Памяти друга Чернышов». «Памяти друга» Теря Чернышов. Вот она, видите. «На заре моей деятельности удалось сейчас поймете, к чему я говорю, заместительным всяким опытным садоводом из города Саратова В.П. Чернышовом». Вот. А это я письмо писал в газету «Сады Сибири». Вот. Далее я пишу. «Бывший заместитель Саратовской зональной опытной станции института ВИЛАР Валерий Петрович, другое дело». Вот. Это он же был на пенсии, ему поэтому ничего не грозило. И вот получается, что он мне писал письма, а я, вот, он умер, а я взял, смотрите сюда, цитаты, 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 цитаты. И он это, видите, я сейчас скажу, почему я про это говорю. Вот. Это все из его писем, это уже моей переработки. Я старался ни одной запятой не менять. Смысла не менял, ни одного слова не убирал. Вот. Видели? А сейчас поймете, к чему я говорю. вот. Теперь. С гордостью называю Валерий Петровским учительом. Не каждый, кто еще может сказать. Вы понимаете, почему? Итак, однажды он в одном из писем написал на прививку, а я-то был этим, извините, я же говорю, пусть это долгодлинная история, простым нормальным людям. Почему? Потому что мне нужно еще заработать ваше доверие. Вот это вот, вот это вот, за доверие не считается. Смотрите. Вот я сейчас беру, сейчас, 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 сейчас. Вот это мой сайт, да? Так, нет, сразу попасть не удалось ничего. Вот. Вот это вот не считается доказательством, поэтому я вынужден говорить, говорить, говорить. Я уже не раз говорил, здесь собраны фотографии, причем, если бы их настоящий фотограф бы сделал, это был бы шедевр. Вот они, видите? Так вот, это не доказательство, этого нет, это, мол, Железов врет, это. Так вот, Валерий Петрович однажды в одном письме написал, а я был туп, как этот, чуть не сказал обидеться, если я сошлись на кого-то, что надо брать с середины ветки черенок, распространеннейший совет. Ну, я читал литературу, какую-то журналы, газеты, садоводчики. Вот этих я не читал, ни Мичурина, никого. Вот. И он мне написал, надо брать из нижней третьей ветки, а я же по натуре любознательный, а если третья ветка, нижняя, лучше, чем середина ветки, тогда выходит самая лучшая нижняя почка, если логично рассуждать, а не проверить ли. А там же спящие почки, нижняя 2-3, вспоминайте, мелкие, недоразвитые, они на случай, когда там ветка отломится, тогда проснутся. но над ними-то пошли нормально, может быть, она третья, четвертая, пятая. И вот, когда я вот эту третью, четвертую, пятую начал использовать, вот тогда это чудо-то родилось. А потом я уже задним пчелом додумал, ну, как это случилось, что всю крону нужно убрать, не скелетом, всю крону дикаря, и тогда нижняя часть дикаря, который вырабатывает этот морозостойкий раствор, можно спорить, и спорить, передается морозостойка, или нет, но сами-то корни вырабатывают морозостойки, и он полностью достается кроникультурного дерева. И вот уже не 30 замерзает, а не замерзал, а тут 40 не замерзает. Улавливайте, потому что дикарь 50 выдерживает. Ну, дальше идут тонкости, все-таки идет взаимопроцесс, он же не просто культурное это самое, переросло, идет взаимный процесс, и это есть диффузия металла, я вам рассказывал свои термины. Я придумал термин диффузия ткани дерева. диффузия, новый термин, ну а что? Зато нам, простым людям, я же металлург, металлургам уже понятно, поняли? Интересно? Не знаю. И вот, понимаете, всего два совета за всю жизнь. Да, второй совет, Курдюмор, не зря вспомнил, его замечание, я сейчас вернусь опять к этому разговору, когда мы чуть не расстались. мы ходим по моему саду, да, он смотрит на, это я показываю свой этот, патриарха, абрикос, которого пошло все, будущее садоводство, мое, потом, надеюсь, Сибирь и всего этого, вот, я еще Байкалу незаслуженно забыть, его, материального сорта, но я уже криком кричал, бесполезно. Так вот, смотрите, ну это не сам Маньчжуриц, это его потомок. Ладно, это просто под руку попалось. Так вот, значит, мы ходим по саду, я своего дикаря, вот этого, 33-летнего громадного дерева, нет, это его сын или внук, вот, нам обозвал как, а я его обозвал дикарем. Что сказал Курдюмор? Он сказал фразу, которая должна войти опять в аналы, или там эти, вот, он сказал, если дерево, выросло в культурном саду, оно не может быть дикарем, все. А потом уже я прокину, это уже я сам догадывался, про Тетелегонию, это самое, многое про что, это уже потом, вот, видите, как мне везет. Вот, остальное все додумал сам, ладно. Возвращаясь на кухню, мы с Курдюмом остались друзьями, мы с Курдюмом все-таки выпустили книгу, потому что поделили на южное и северное садоводство. Мог Мендель спокойно, сидя, на кухне, рассуждать и подсчитывать горошины. И их, этот, цвет, смотрит, скрестил там, желтый, ну, извините, памяти нет, поэтому цитируют только, как бы сказать, наобом, подчеркните, не наобом, не смейтесь. Два цвета, папа, мама, родился, опылил один другой, все в папу, то есть, или наоборот в маму, ну, то есть в родительское дерево, с которого взят плоды, да, все одинаковые, а тот, который другого цвета, как будто и ни при чем. Он теперь высевает тот, который, все одного цвета, смотрит, там каждый четвертый-то, полового партнера уже, а потом дальше, пусть меньше, но тоже встречается, и пошло, и родились законы Менделя, да и не спорю я, чистый опыт, однолетние растения, вы попробуйте с этим, я показывал в предыдущем фильме, Фаина, Роскошь, напали, сидят толпы бабочек, ос и пчел, каждая, это, ну, нет у меня такой фотографии, я проклинаюсь себе, это была самая важная фотография для разговора о виртуитивной гимляции, на каждом, каждого полплода нет, каждого полплода нет, так, вот, роскошнейшие плоды, которые от персика практически отличить невозможно, по крайней мере, по внешнему виду, и скажем, торчит косточка, то есть скажем, по плоду съедено уже, вот такой момент я застал, единственный раз в моей жизни, вот такого эффективного гибрида мне удалось и родить, понимаете, вот, а потом, мало того, что на нем плоды начали меняться, и кончилось, ну, предыдущий фильм, неудобно, опять я же фотограф показываю, и тут перед нами, через 20 лет, совершенно другие плоды, на нем же, а уж потомство, тем более, но это вы уже проходили, кто не проходил, у меня 300 фильмов, и так, южное и северное садоводство, атовизм, это будет один из моих постулатов, в будущем, я их уже больше 200 создал, это жесткие рамки, атовизм не проявлялся у Бауэра, Страсбургера, Макса Либнера, я же не говорю про остальных товарищей, потому что они жили на юге, там деревьям не надо напрягаться, а я вам специально привел, когда у человека может с хвоста отрасти, залезет на дерево, вот, в ледниковый период шерстью покроется, это самое, если будет всемирный потоп, те, кто выживут, будут все больше времени проводить в воде, ну, ныряя за той же рыбой, за раками, за этими, для того, чтобы пропитаться, вернуться на пальцы перепонки, могут появиться жабры, это все заложено, вот, это атовизм, но это на самом деле, все, я по-другому называю, приспособление, я же, приспособление, и это есть мой важнейший вывод, что нет никакого противоречия, они видят то, что видят, он видит, как это случилось, для меня совершенно непонятно, то есть теперь-то только стало понятно, о чем вы спорите, условия другие, жесточайший климат, и там проявляя дикость, это значит, что они могли проявить дикость, смотрите, насколько все запутано, смотрите, сколько все серьезно, почему мой взгляд особый, может быть и прав Мичурин, что от дикаря перешло в культурное, там зацепилось, не проявлялось, а у потомка проявилось, у Менделя-то тоже не сразу-то проявилось, это самое, свойство полового партнера, а только в следующем поколении, это при том, что он получается не так уж, не такие уж это, хоть и гороховод так презрительно называл Мичурин, Мендель был ему чуть ли не ненавистен, но это не так все просто, а мой-то вариант, ведь понимаете, если даже, объяснение действительно трудно, но надо специально опыты ставить, большинство деревьев, как считает Мичурин, привитые на дикаре, они-то и послужили исходной формы, просто брали плоды вполне культурные, семечки вполне культурной формы, вот, а вот эта вот, подлость этого подвоя, вот эта вот подлянка, и так можно вылиться, мягкая, у них-то никак не догадался никто, кроме Мичурина, а я смеюсь утверждать, что если даже взять два чистейших сорта, с юга, во-первых, у них могут проявляться и качества диких сортов, вполне может быть, в каком плане, значит, когда-то были ледниковые периоды, плоды мельчали, плоды дичали, те, что выжили, большинство-то погибло, вернулись сладкие времена, опять вернулись качества, они уже были там, но они были спрятаны глубоко-глубоко, запасная комбинация генов, так я считаю, я не зря же сказал, пусть меня воспринял научный мир это в штыки, что плодовая деревня, вкуснейшая, сладчайшая, культурнейшая, появились задолго до появления человека, до седла образа жизни, вот, пожалуйста, получается, вот сад, который этот самый, я показывал, дикий, возле Новой Несейки, абсолютно дикий сад, из культурных плодов семечка, как получилось? Вот так, жесткие условия, и получается, что правила, которые были сочинены в 19 веке, до Мичурина, в 20 неделе, Мичурин для меня северянин, северянин, поэтому у него вероятность проявления дикого во время скрещивания, во время селекционного скрещивания, вот, дошло, шутка ли, до 95%, это не шутки, это север, а если бы вот так, умозрительно, берем Мичурина умозрительно, с его садом переносим в Италию, да, ну, естественно, что это самое, как бы это сказать-то, ну, при одном условии, что там от этого тепла мальчиху хуже будет, ты представь себе, что все тоже, скрестили, получили, а там посадили, а там семечки, вот, то есть, деревья последние, там, даже, нет, не так, вот, родственников прямых, они же все равно с юга пришли все, когда-то, на Руси же никогда не было культурных растений, дикая это, совершенно, местность, была еще там, средние века, какие там черту, плодовые растения, все шло с юга, то есть, близкие родственники этих растений, что мы чили, на повторе опыт виталия, а у них там, и прививки будут так же, и привитые, и на дикаре привитые, а процент-то культурный будет, то есть, диких не 95, а может 5, а может все культурные будут, вот тогда-то мы разделили, с Николаем Ивановичем Курдевым, Великим Чеком, садоводство на южное и северное, и тогда, можно, это, знаете, сейчас, вы думаете, случайно, вот это, вот эта книга, да, это, как сам написал Великий Курдеву, послужило, рукописью для книги нашей общей, так, для нашей общей книги, она вышла, она, правда, так революция не стала, это понятно, переломить ситуацию, когда сейчас тысячи роликов, тысячи статей, все журналы, газеты учат убивать сады, все номера, вот эти вот, с издевательством на дерево, на севере не проходят, а об этом никто не знает, ну, в общем, получилось так, что, обратите внимание на слова, Сибирский сад, сейчас, это один экземпляр, если удастся собрать деньги на ее издание, да, редактор этой книги, вот, тут есть у меня, сейчас я его открою, вот, ой, не хотел бы отвлекаться, но отвлекайся только потом, чтобы сказать, все гораздо хуже, ребята, все гораздо хуже, Троценко, Виктор, а нет, Троценко, Павел Николаевич, редактура, корректура, вот, пожалуйста, это все в одном экземпляре, и возможно, видите, пять тысяч, найдут спонсоров, будет эта книга, но дело-то, речь идет уже о другом, дело в том, что, дело в том, что, ситуация вот с этими тысячами роликов, тысячами статей, тысячами книг, вот, и вот это вот страшное, когда ссылается на наших предшественников, я уже рассказывал, наверное, четвертый раз говорю, звонок и голос, крик, вы, как вы посмели, вы, вы, Валерий Константинович, замахнулись на великие имена, как вы смеете, а речь сошла о том, что я запрещаю своим последователям резать деревья, вот и все лишь, а другой просто спокойно написал письмо, деревья предназначены, их олени объедают, им ничего не делается, объедают, не делается, вот, только вот, забываешь, что вот в этом году, 2018, какие страшные морозы стояли по всей Сибири, ладно, сейчас я, вот этот, как бы этот кусочек, бы завершить так плавненько, вот, как же его завершить так плавненько, в общем, получается так, вот здесь вот, присутствует 15 фотографий, 15 сортов, абрикосов, не привитых, ну, я, сейчас, найду какой-нибудь из них, не привитый, не привитый, не привитый, ну, что такое привитый, вы уже видите, да, видели, вот, от прививок нам никуда не деться, согласны, этого никогда не будет, вот, на юге может быть, у нас в Сибири, на севере, в городе Мичелинский, где Мичелин, это невозможно, его результаты вы уже видели, так, сейчас, найти бы, мне уже неудобно, я уже столько раз повторялся, вот, я уже столько раз повторялся, господи, вот она Сибирь, вот, такие у нас лишние растут, во всей Европе, они погибли практически, но 90-99% где-то в этом промежутке, стон стоит, жрут их, кто бы вот эти вот у меня выписал, опять вернуться, показать полную банку распасованную, никто не покупает, что творится на свете, ну, а вот это улучшенные уже, а вот это улучшенные, это я их улучшал, прививая в крону, эти самые, черешные, ну, пусть я не учился Мичелину, но это чисто Мичелинский способ, насыщение ментора, вот результат, видели, вот она черешня, а то кто-то не верит, что мне черешня, но я сейчас не об этом, это так, это мои опыты, вот, все-таки, черешня удалось поднять, морозной, как раз все равно 10, так, скобка, хохот в академическом зале, проверять не будем, это невозможно, так, господа ученые, а, невозможно, а муравьи не знают о том, что, представляете, муравьи не знают, вот, а вишни муравьи не едят, вы поведете, что это черешня, вот, только самые случаи, причем на дереве, они гнилые, видели, вон они, вот, вот они должны хохотать, над теми, кто утверждает, что вегетативной гибридизации не бывает, вот, а это нет, это не, есть такой опыт, когда, это самое, мордовая тканью, закрывает цветы, это да, есть такие опыты, для того, чтобы проводить искусственное скрещение, вот, которые я, кстати, не приемлю, а это нет, это хоть что-то спасти от птиц, ой, жрут, нам так мало достается, вот, жалуюсь, что я только не делал, вот, птиц не трогал, так, а я все еще, этот, непривитый абрикос, вот первый же, какой попадется, на ум, сейчас, непривитый, непривитый, непривитый абрикос, а, я отначил с конца, у меня колесико не работает, халтурит, пришлось с конца, а в конце уже то, что созревает в сентябре, поэтому, за счет добраться, надо до, до этих, до абрикосов, о, кстати, ой, вот сейчас только, вот моя новая форма, вот обыкновенная, мелкая, это уссурийская слива, одно дерево, дало вот такие плоды, я его закрепил, вон черенки, читайте мой каталог, там написано, вот так, ну, все рекции занимаюсь, ну, постольку, поскольку, так, о, супер слива, ну, ладно, это, не буду я зацикливаться, я все это вам рассказал, трехстагфильм, хотя, иногда так хочется похвастаться, сил нету, вот, подвойные, китайки, вот на них, на них-то и растут, вот вся эта роскошь, что вы видели, вот эта роскошь, так, ну, когда я дойду до первого же, до первого же абрикоса, в общем, я чувствую, в этом фильме, я не успеваю, перейти к Дарвину, а, поэтому плавный переход, он, слово атовизм, зацепило, зацепило, так, ну, ладно, тогда мы вот так попробуем, перебраться, сразу, я к ним уже интерес потерял, у меня в другие года, очень много этих самых, а вот, нашел, вот один из дикарей, это самый дикий из потомков, маньжурского абрикоса, вот самый дикий, но, помните, что сказал, Курдюма, выросшее дерево в культурном саду, диким не будет никогда, вот так, вот ясно, а вот уже и культурный, то есть, я его еще не называю культурным, я называю полу культурным, вот, это прямой потомок маньжурца, ну, все, с этим мы разобрались, как же нам плавно перейти, так к этому, к Дарвину, зацепило мне слово, атовизм, 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 значит так, это огромная, большая тема, стоит ее начать тут, да, пожалуй, стоит, итак, урок, биологии в школе, учительница рассказывает мне, я, памяти у меня отсутствует, кстати, вот же он, манжиристый, дикарь, сейчас, еще, от прикусностей, вот он, видите, на втором плане, это уже культурный рядом, который выпыляет, на втором плане, но не выглядит огромный, когда ближе подойдешь, там уже шапка падает, ладно, итак, значит, урок, биологии, вот, ну, естественно, нас надо посвятить, про все дела, что Бога нет, вот, не знаешь, что это самое, церкви разрушили, а наказания не было, кстати, наказание страшное, я потом прослеживал судьбу, они же все погибли мученической смертью практически, вы знаете об этом, те, кто давал команду разрушать, вот, хоть и говорят, что Бог милостив, но, жаль, что никто про это не задумался, и сейчас не задумывается, а вот в уроке, когда будут богословия, ну, кто-то считает, что мягче бы назвать, например, уроки, не уроки, а история богословия, вот, то это обязательно, да, чтобы там это звучало, как отче наш, как отче наш, вот, посигнул на святыне, получит свое, уже на том свете, еще и на этом, узнаете судьбу всех большевиков, любого набирайте, так, теперь, 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 урок биологии, учительница рассказывает, вот, бежит маленькое такое существо, на четырех лапках, голодное, голодное, а ему кушать хочется, и вот оно, видит, мошка впереди, разгоняется, щелклювом мимо, щелклювом мимо, тогда она встает на задние ножки, а передними, раз, и взмахнула, передними лапками, которые не крылья, нет, просто лапки там, с кокеточками, и раз, так, и взмахнула ими, и как бы чуть-чуть подпрыгнула, досталась до мошки, а другая, вот, не догадалась, так, на четырех ногах и пробегала, и осталась голодная, потомство не дала, или подухла, а та, которая научилась подпрыгивать на двух, и махать передними лапками, подчеркиваю, лапками, еще лапками, та, значит, мошку и догнала, вот, и дала потомство, а потомство почему-то запомнилось, как-то передалось, а может быть, научила, да, вот, условно-инстинкт, у животных, у насекомых, это сильная вещь, они учат друг друга, сами знаете, особенно животные, и вот тут, я когда учился в школе, у меня был один факт, которому я сам не преднал значение, я решил, я сам решил, что я пошутил, вот, когда биология начала в меня проникать, я, сознание, вернее, оно проникло под сознание, потому что, дуру только я мог сказать, что я покончаю школу, пойду в духовную семинарию, вот, сбежались все, я был лучший ученик класса, вот, и почему-то эти слова были восприняты абсолютно зомбированными учителями и заучем, абсолютно зомбированы, эти люди, невероятно, как они меня трясли, что, как ты смеешься, ты подумай, откажись от этих слов, не это, ты понимаешь, что ты пример, что это, это самое, как на меня давили, а я-то и не собирался идти в академию-то, я просто, это вылезло из подсознания, сейчас объясню, почему, насколько это важно, вот, потому что есть еще и другие, гениальные люди, не только Мичурин и самый, Мендели этот, и Дарвин, вот, есть еще Фрейд, и вот из подсознания, но это действительно факт, ну, с Богом, что это такой случай был в моей жизни, вот, ну, что мне оставалось делать, достаньте от меня, да я пошутил, вот и все, от меня отстали, но как я мог пошутить, там, биологии, в той, еще, у меня еще один, ну, это надо отдельно, но это никому не надо, я когда-то был потрясен, в одном художественном фильме, мальчишка, внучок, подходит к деду, а дед пишет книгу, говорит, дед, ну, это же, наверное, неинтересно, книга, эта самая, ну, там не говорю, сколько из, ну, книга подозревает, там, тысячи экземпляров, да, а он посмотрел на нока, говорит, знаешь, есть на свете 8 человек, которые эту книгу, книга будет интересна, 8 человек, я могу вот это же самое, разложить все по полочкам, вот, как бы, я немножко волнуюсь, вот, я не готовил, почему, потому что я боюсь, боюсь, боюсь это все, вот, смотрите, где-то у меня метаморфа, а вот, видите, вот, что такое метаморфа, смотрите, вот такое, пожалуйста, дело в том, что, я первый уже вот нажал и все, вот, коренная перестройка, внешнее настроение насекомого, давай, это, сейчас поймете, насколько это важно, в учебнике биологии, в том, по которому я учился, в средней школе, так, приводятся примеры, антидарвинизм, что этого не может быть никогда, никакое, это самое, соперничество, никакое выживание видов, никакое, это самое, отбор видов, не может быть, метаморфоз, это чисто божественная вещь, потому что это не может быть никогда, возвращаясь к той самой животинке, которая, ну что-то, ну там было, что-то, ну что-то наподобие крысы, там мыши, вот, что-то такое, вот, ну может быть оно было не, 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 не млекопитающее, потому что млекопитающее, оно считается, выше уровень, чем допустим, птицы, чем допустим, эти самые, рептилии, ну пусть рептилия какая-нибудь, ну да, ладно, маленький такой, звереныш, который это, откладывает яйца, не, не, еще не, не, это не млекопитающее, и вот оно бежит, бежит, потом, ребенок, когда родился у нее, в этой животинке, у него почему-то лапки чуть-чуть длиннее, это утверждает учительница, потому что, в них, когда он прыгает, приливает кровь, и как бы, получается, закрепляется, кровь приливает, и как бы ударяет по этим, может быть, вытягивается костем, чуть-чуть может, ткани, сами из которых, из клетки которых состоит ткань, вот, ну, вы смысл-то уже поняли, для меня, для ребенка это было нормально, вот, то есть, вот, пожалуйста, а потом еще, тысяча поколений, и все бегают за мошками, и все машут этими, а потом, что-то у них, эти самые, уже, получается, передние лапки-то удлинились, на них уже перышки появились, вот, а кости стали пустотелые, это для того, чтобы это, он же мог не только подпрыгнуть, и вытянуться, но он мог еще и, как бы, пролететь чуть-чуть, ну, то есть прыжок уже похоже на полет, есть такие, знаете, кто из нас сохранил, кассионных натуралистов, смотрит эти фильмы, это кругом и рядом, летают, млекопитающие летают, только не хочу останавливаться на этом, вот, ну и, получилось так, что, потом, да, потом деградация, курица не птица, дельфин не птица, ну, так образно говоря, летать не умеет, вот, страус летать не умеет, но когда-то и предки летали, а может быть, они прямо такими стали, от черта его знает, не буду вникать в это, но есть понятие метаморфоза, метаморфы, это я вам скажу, да, когда из гусеницы получается бабочка, это я бы мог, ну, понимаете, если бы я особо ввел цикл лекций, и все это вам рассказывать, чтобы доказать, что невозможно, 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 Дарвин не прав, Дарвин не прав, шайбу, шайбу, ну, в общем, поняли, и так, невозможно, чтобы гусеницы, превратилась в бабочку, последовательным путем, как бы баба, это и гусеница, естественно, ее предшественница, она лазит, она самостоятельная единица, только вот, разнавляться не умеет, а так-то, ей надо еще во что-то превратиться, вот, ну, жрет хорошо, но, как она превращается в бабочку, тот, кто это увидит, сейчас в интернете все может увидеть, только нажмите кнопочку, увидите вот это чудо, я видел по телевизору, красивейший фильм, крупный план под музыку, вот это момент превращения, господи, это твое, потому что, есть такое понятие, есть такое свойство, называется метод исключения, господи, это твое, никакой Дарвин не причастен, ничего никогда объяснить не может, невозможно, чтобы однажды случайно, вдруг триллионы внутренние органы у бабочки, у той же гусеницы, с которой вдруг бабочка проявляется, это такая сложная вещь, никакая теория, чтобы вдруг в одночасье, когда-то вдруг у нее клетки получили новое предназначение, начали по-другому делиться, невозможно, так вот, друзья, это касается, не только бабочек, это касается, например, стрекоз, тоже чудо природы, а вы бы видели, как, а, да самое, я, почему это, со школы, я в школе был поражен, ушло под сознание, спасибо Фрейду, что он такой термин придумал, ушло под сознание, что, нам же в школе показывают и рассказывают, еще что интересно, заспиртовали, сволочь, эти самые, садисты, они еще заспиртовали все это, вот заспиртован тритон, вот заспиртована серепаха, убийцы эти самые, их это сделали, вот заспиртована лягушка, у нее четыре лапки, а вот заспиртован что? Головастик, где, каким способом, согласно этому самому Дарвину, головастик мог превратиться, у него вдруг ни с того, ни с сего, на полпути развития, он уже самостоятельно единица, он плавает, хвост у него есть, виляет, вот, и так бы и жил бы, наподобие рыбки, только что он уже не относится к рыбам, и вдруг на ровном месте у него отрастают четыре лапы, да какие, с чего? Вот это металлург, вот это, я со школы запомнил, и тогда я сказал себе, надо разбираться, а идти пришлось в металлурги, вот так вот, и это еще не все, это еще не так, сколько всего, панович, сколько всего напридумано, а откуда взялись готовые виды? 300 миллионов лет назад появляется особь, и эта особь имеет тонну веса, откуда же она взялась-то это? Где промежуточные виды? Однажды, это самое, когда уже люди начали разочаровываться, и все больше начали выходить в церкви, однажды в дарвинизм, в 60-70-х годах, 20-го века, совсем недавно, дарвинизм нанес ответный удар, уже люди нас помнили про Бога, многие уже поняли, что-то здесь не то, что-то здесь не так, вот, и пошли в церкви, и вдруг рыбаки ловят кистеперую рыбу, я мог ее показать, тут же на экране, долго рассказывать, а в этой рыбе, вместо плавников, лапы, вот оно, связующее звено, правда, я не знаю, где связующее звено, между самыми крупными животами, китом и мамонтом, или слоном, вот, но тут они в одном месте нашли, удар был страшнейший, Дарвин вернулся, Дарвин прав, вот, нашли, наконец-то нашли, вот, и так, существуют две версии, и я заканчиваю эту, часть разговора, вот, я не все доводы привел в пользу церкви, я хочу самое главное сказать, не так надо учить детей, да, сделать их верующими, тупо, как, это самое, если где-то существует Коран, и там надо, с детства приучать к этому, люди не задумываются, но кто-то не задумываясь, помогает ближним, а кто-то не задумываясь, взрывает жены детей, все равно, это кому надо, в раю окажется, вот, и тоже считают себя верующим, так же стоят на коленях и молятся, вот, тут надо другое, в нашей школе, где учатся наши, где тут же учатся мусульмане, евреи, буддисты, у нас же школа общая, вот, нужно заставить людей, детей задуматься, и обязательно нужно, чтобы приводить факты, вот, все это разожжить по полочкам, ведь, это же, головасти, который не может превратиться в лягушку, не может, а превращается, сказать, Дарвин, вот, вы знаете, красиво рассказал про ту зверушку, которая махала лапками и стала птицей, но тут же рядом то, чего не может быть никогда, задумайтесь, а все не так просто, а кто сказал, что через, это, несколько миллиардов лет, опять все звезды, а их только в нашей вселенной, то есть, только в одном этом, галактике уже за миллиард насчитали, ой, за триллион, за какой миллиард, за триллион, а их же еще, их же уже нашли, их миллион, эти галактики, якобы, это все сожмется в одну точку, размером футбольный мяч, и люди в это верят, вот, а я вам говорю, жизнь была вечная, вот, и связь наша с растениями, да, когда-то одна клетка имеет программу, другая клетка имеет свою программу, превратится в слона, а этот превратится в человека, но дело в том, что у человека еще есть душа, а это совершенно другая субтанция, это совершенно другой разговор, друзья мои, душа, честь, совесть, достоинство, вот, самопожертвование, я, представьте себе, когда я иду и вижу десяток маленьких птенчиков, а утка отбегает от них в сторону, дается почти в руки, в двух метрах от меня, распушила крылья, якобы крыло сломано, и крякает, от стада меня отводит, отводит, от этого, от своих этих птенцов, вот, и отводит, и отводит, и отводит, вот, это-то, по Дарвину, по Дарвину-то, люди с какого мнения, то пришли, когда Дарвин стал всеобщим этим, любимцем, и все это, в основе лежит инстинкт самосохранения, а здесь материнский инстинкт, это совсем другое, самопожертвование, это от Бога, друзья мои, я бы еще много мог говорить, 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 вот, но самое главное, я успел сказать, надо заставить 95% неверующих в нашей стране, наши эти самые, мусульмане, скоро церкви не будет, одни будут эти самые, мечети, понимаете, надо хотя бы вернуть неверу, хотя бы, раз, хотя бы вот это убеждение, чтобы, что мы из грязной лужи, за нами ничего не стоит, что мы животные, что инстинкт самосохранения определяет все, меня он не определяет, и у многих из вас не определяет, многие из вас жизнь отдадут, за родину, за друзей, за детей, за родителей, вот, какой к черту Дарвин, какое инстинкт самосохранения, когда мне жизнь моих родных дороже моей, тысячу раз, жаль, что получилось немножко это, в звичном состоянии, но я не могу иначе, я не могу, я не дарвинист, я просто считаю, что гениальный человек, сыграл страшную судьбу, страшную роль в судьбе всех, ему аплодировали, Маркс, Энгельс, Ленин, вот, это он помогал рушать церкви, Бога нет, сделаем конюшню, хоть как дням тепло будет, затопим печки иконами, согреемся, а душу-то согреет, до свидания, друзья.